Всем привет! В эфире новый выпуск Старого Краснодара. И сегодня мы поговорим, собственно, об отцах-основателях этого города, идейных и практических, собственно говоря, их биографии, и того участия в основании города, которое они, собственно, и совершили. Но перед тем, как перейти к их биографиями, уж тем более к моменту основания Екатеринодара, стоит обратить внимание вообще на обстановку, которая повлекла необходимость переселения казаков на Кубань и, собственно, основания города. Дело в том, что к концу XVIII века Российская империя после победы в очередной русско-турецкой войне над Османской империей в 1774 году завладела обширными территориями Северного Причерноморья и Крымом. Так же получилось, что, в общем-то, границы России, соответственно, встали по Черноморскому побережью. Внутрь в них вошла бывшая Запорожская сечь, тогда еще действовавшая. На Западе тоже врагов особо не оказалось, потому что Польша, как Речи Посполитого тогда уже была на грани разделов, угрозы особо не представляла. Соответственно, сами казаки, они претендовали на новые земли между Днепром и Бугом, доставшиеся России по итогам войны, поскольку сами, в общем-то, принимали в ней активное участие. Но дело в том, что как бы просили-то они не просто так расширение земли, они просили из-за того, что сама Запорожская сечь, она подвергалась постоянному заселению со стороны Российской империи разного рода колонистов, так называемую Новороссию, то есть это были в основном и греки, и армяне, и сербы. И, в принципе, из России из основной переезжало большое количество людей, то есть строились новые города по соседству с казачественными запорожскими. И это, в общем-то, очень сильно их напрягало. Делегатом всего этого стала делегация запорожских казаков из старшиных, направившаяся непосредственно в Санкт-Петербург к царице Екатерине II с просьбой о, собственно говоря, выделении новых земель взамен тех, которые используются новыми поселенцами. Но, к сожалению, эту длигацию ждал провал. Дело в том, что на тот момент уже было принято решение о ликвидации Запорожской сечи, вызванное это тем, что у российских властей были постоянные конфликты, собственно, с запорожскими казаками, связанные с тем, например, что, допустим, те же казаки постоянно конфликтовали с новыми поселенцами, происходили неоднократные погромы тех же сербов, допустим, поселенных Екатерины II на территории Северного Причерноморья. Кроме того, казаки приняли активное участие еще и в Пугачевском восстании. В частности, представители Запорожской сечи и Донского казачества отдельные участвовали в этом восстании. Все это привело, соответственно, к такому решению о ликвидации Запорожской сечи и только лишь в присутствии вот этих старшин делегаций в Санкт-Петербурге в тот момент спасло их, собственно, от опалы и арестов. Собственно, сам приказ исполнил Григорий Потемкин, который позже стал покровителем казачества уже в будущем, но об этом чуть позже. Он, значит, дал приказание генералу Теккеле Пётр Теккеле в июне 1975 года, ликвидирует Запорожскую сечь. Собственно, генерал довольно быстро войсками занял основные пункты Запорожской сечи, окружил казачество и, значит, зачитал непосредственно представителям его манифесты Екатерина II о ликвидации казачества. Казаки, естественно, долго спорили очень, стоит ли сопротивляться или пойти на мировую, но в итоге, благодаря спокойству генерала Теккеле, который не стал прибегать к радикальным мерам сразу, ну и, собственно говоря, спокойствию довольно рассудительному самых старшин казачьих, было принято решение сдаться у казаков. В общем, сечь была ликвидирована Запорожская, а Пётр Абрамович Теккеле получил за это так называемое Запорожское сидение орден Святого Александра Невского. Однако не все казаки решили сдаться, около пяти тысяч из них предпочли уйти в устье Дуная, создав так называемую Задунайскую сечь в пределах Османской империи, то есть ушли в Турцию. В будущем предпринимались неоднократные меры последующие годы по, значит, интеграции оставшихся 12 тысяч казаков в Российскую армию и общество будущей Новороссии. Дело в том, что процесс шел сложно, хоть казаки и были разобщены, их пытались поставить в Российскую армию, пытались заставить их жить по законам армии, со всей ее дисциплиной строгой, что казачество было очень трудно воспринимать и, в общем, туго шел этот процесс весьма. Тем не менее, желая заучиться лояльностью от этих оставшихся в России казацких старшин, не скрывшихся в Турции, российская власть наделяла их отдельными землями, имениями, присваивала армейские чины и принимала на государственную службу, то есть довольно льготно все это получалось для них. Так прошло примерно, получается, больше чем 10 лет, примерно 13 лет. В 1784 году казаки, значит, собираются и подают на имя Екатерины II новое прошение на разрешение формирования из оставшихся в Новороссии казаков отдельного нового войска. Но на тот момент этого как-то не получилось. Не до конца дошло это послание до Екатерины, бортовалось, что называется, на пути. Все же на него был получен положительный ответ, но его заблокировал сам Потемкин, который в общем-то пошел даже на то, чтобы не исполнять указ непосредственно императрицы, в связи с тем, что считал нецелесообразным ранним действием собирания отдельного какого-то казачьего войска, когда в общем-то в правительстве не принято еще окончательное решение, где они будут расположены, на каких землях. Тем более, что как бы готовилась новая война с Турцией и казачество было, в общем-то, необходимо в этой войне. То есть по итогам этой войны уже определяться, с какими землями будет делиться с казачеством, с новым войском. Тем не менее, во время путешествия Екатерина II в Крым, казацкие старшины все-таки сумели его поймать в Кременчуге, передали ей прошение об организации, опять такие, из бывших запорожцев, войска так называемых верных казаков. Поскольку с Турцией война уже была неизбежная в тот момент, причем Екатерина такое согласие дала, и к 1788 году появилось сначала войско верных казаков, которое было позже переименовано в Черноморское казачье войско. Собственно говоря, так началась его история. И, собственно, основными инициаторами всей этой идеи создания этого нового войска после ликвидации Сечи оказались три крупных фигуры, ставших как бы ядром и основой черноморского казачества, которое позже стало уже кубанским казачеством. Это, собственно, Сидор Билый, главный организатор, он же Билый иногда в некоторых вариациях, он же главный организатор всего этого дела, главный атаман, в общем-то, вновь созданного войска. Захарий Чепега, это, собственно, руки всего этого войска, главный исполнитель всех этих, скажем так, приказов, создаваемых новыми командирами. И Антонович Головатый, ну, как бы сейчас сказали, мозг организации, то есть самый образованный из них, самый такой грамотный, который отстаивал интересы, в общем-то, казачества непосредственно в высших кругах общества, в судах, в различных разбирательствах официальных. То есть дипломат, по сути дела. В общем, отсюда переходим к их непосредственным биографиям. Итак, Сидор Билый. О месторождении, детстве и юности Сидору мало что известно. Есть версия, что он сам из дворянской семьи, учился в Киевской бурсе когда-то и оттуда сбежал к казакам. Неизвестно даже, как правильно называть его фамилию. Сам он вроде как подписывался Белый, но называли его и Билый, то есть на какой-то украинский манер. Впервые его имя упоминается в документах Запорожской Сечи в 1668 году, когда он уже состоял в ней в качестве войскового Исаула. Во время вот той самой русско-турецкой войны, последней по итогам которой была ликвидирована Сечь, он, значит, в этой войне отличился. 12 октября 1770 года в числе иных старшин Сечи был награжден. Собственно, та самая провальная делегация запорожских казаков, которая ходила к Екатерине II, была туда направлена именно под его руководством непосредственно. Однако позже, после уже ликвидации Сечи, вполне показав свою лояльность России, он получил потомство и владение, это довольно обширные земли на Новороссийской губернии и на реке Ингульце. К 1783 году его избирают даже предварительным дворянством Херсонского уезда. Именно он явился инициатором воссоздания казачьего войска. В 1784 году от его имени было подано на имя Екатерины Великой и это прошение о формировании из казачества, оставшегося в Новороссии, нового войска. Идея основная, которая была в том, чтобы собрать разорванное, разобщенное казачество, разбросанное по различным землям Российской империи, вновь в одно войско. Как я уже говорил, в то время Потемкин решил, что еще пока рано. Еще неизвестно было, какие земли дадут казакам, потому что были два формата. В то же время уже была сформирована идея передачи им полуострова Тамани, который тоже входил в состав Российской империи по итогам русско-турецкой войны. Городица как раз проходила Тамань и по реке Кубань. Он же участвовал, его представлял Потемкин в Крыму Екатерине Второй вместе с Захарием Чепегой, и они подавали вот это письмо прошения о создании войск верных запорожцев, которое, в общем-то, было и создано. Начальство над конными пешими отрядами было поручено тогда как раз таки Билову, а он, в свою очередь, уже дивергировал полномочия своим помощником Захарию Чепеге и Антону Головатову. К концу 1888 года Сидор был избран казаками Кашевым атаманом при поддержке российских властей, и тогда они основали некую такую базу, основное свое поселение этого войска на реке Бук в урочище Василькове. В начале 1889 года в начавшейся русско-турецкой войне турецкий флот Гасан-Паши, стоявший примерно из 100 разных кораблей, стремился прорваться к Херсону, чтобы уничтожить верфи судостроительные, которые там в Российской империи находились новые, и, соответственно, строящиеся на них русские корабли Черноморского флота. Против турецкого флота оперировал Днепровский парусный флот командой Пола Джонса и галерный флот адмирала принца Нассау Голландского. Ну, как видим, тогда была мода на начальников военных непосредственно из-за рубежа. Сформированная была казацкая флотилия Билова, который командовал Головатой к 3 июня, и ее присоединили, собственно говоря, к принцу Нассау, к его кораблям. 7 июня 1688 года в так называемом Лиманском сражении, произошла такая большая, в общем-то, серьезная битва, в которой участвовал в том числе Сидор Билл и в этой битве он был ранен тяжело. 19 июня того же года он скончался и был похоронен с почестем в Александровской церкви Кинбурна. Таким образом, он не стал свидетелем, в общем-то, развития своего вот этого войска, которым являлся идейным основателем. Однако, стала ключевой фигурой и как бы таким, ну, основателем, лицом основателем вообще, в принципе, черноморского будущего кубанского казачьего войска. Собственно, отсюда я предлагаю обратиться ко второй фигуре, которая, в общем-то, продолжила деятельность, по сути, идейную Сидора Биллова. Это Захарий Чепега его, в общем-то, правая рука. Захарий, он же Харько или Харитон Алексеевич Чепега, второй казачий атомал черноморского казачьего войска, собственно, после Сидора Биллова, которым он стал. Также точная дата и место его рождения неизвестна, ну, да, сканально, уверенно, неизвестна. Известна версия происхождения его знатного рода Кулешей. Полагаю, что он прибыл в Сечь в 1850 году, когда записался на службу казаком Кисляковского куреня. В русско-турецкую войну, вот ту самую, 1874 года, участвовал он тогда в походах различных, партиях, разъездах. При этом известно, что он не умел ни читать, ни писать. До самой смерти либо по одной из теорий делал такой вид, то есть такую легенду себе создавал. На момент ликвидации Сечи в 1875 году он занимал должность полковника, так называемой, Протовчанской паланки, одной из крупнейших запорожских ставок. В 1777 году был в конвое генерал-поручика князя Прозоровского, где ему пожаловали чинь капитана армии. Собственно, когда появилось это войско, в 1787 году уже преследовался явное покровительство князя Почемкина, именно конкретно к Чепеге и к дальнейшей его деятельности. Во время путешествия Екатерина, как я уже говорил, участвовал Сидором Билловым в передаче послания к ней о создании войска. И тут мы подходим к как разному моменту, когда Сидор Билловый скончался в 1788 году. Его преемником стал Чепега, хотя сами казаки избрали атамана тогда Сухину, который через несколько дней, однако, был смещен под давлением России и, собственно, не при участии большого самого Почемкина. То есть казачество его фигуру навязали. Но в целом казачество оказалось не против фигуры Чепеги и как будто не проявило себя в каких-то выступлениях против этого решения. Под командиванием Чепеги казаки-черноморцы особо отличились при взятии Ачакова, острова Березань, Гаджибея, Кермана, Бендера и Измаила. То есть все основные ключевые сражения русско-турецкой войны, которая шла в сторону Балкана, в сторону Дуная, в которой отличался Суворов, Кутузов. Причем известно, что Кутузов не любил Чепегу, он до конца жизни при любых возможностях старался ему навредить. В эту турецкую кампанию последнюю Чепега был один раз тяжело ранен в правое плечо, за что он награжден чином бригадира армии и орденом святого Георгия и святого Владимира. Кстати, в этот момент его замечал как раз таки Головатый, пока он был ранен. После окончания вот этой второй войны русско-турецких казаков все-таки решили поселить предварительно между Днестром и Бугом. Войску как раз тоже дали вот это и новое имя Черноморское. Именно Захарий Чепега обустраивал туда казачий кош в этих землях, построил, принес туда архивы казачьего войска. То есть в принципе формировал там будущее казачество, пытался там начинать осваиваться в этих землях. Однако недолго они там пробыли. Потемкин через буквально несколько лет выдает предписание казакам, что они должны переселиться все в Тамане в ближайшие годы для охраны южных рубежей России по новым границам. Но, к сожалению, казаки понимали для себя, что земель на Таманском полуострове для всего вот этого вновь собранного казачества, только-только обосновавшимися на новых землях между Бугом и Днестром, их просто не хватит на всех. Им придется, так или иначе, быть рассеянными по территории Российской империи, служить в Российской армии. И как-то вот получалось, что по сути дела Черноморское войско вновь стало перед фактом, что оно может потерять свой какой-то статус полноценного войска казачьего. Поэтому в Петербург с делегацией выехал Антон Головатый для переговоров о передаче казакам, кроме земель Таманского полуострова, еще и всего вот этого правобережья Кубани, то есть все, что с северю от Кубани находится. Для того, чтобы как-то разместить это войско на новых землях, на новых территориях. Параллельно с этим решением Захарий Чепега начал не спеша, как бы стараясь оттянуть время, отправлять небольшими партиями казаков-то мать для того, чтобы исполнять приказ Потемкина, чтобы не навести на себя гнев. Потому что ему сроки были довольно жесткие поставлены. А параллельно он ожидал, соответственно, решение от Головатого на этот счет. Таким образом, первая партия казаков впервые высадилась в 1792 году, как раз в Тамане, и отсюда как бы идет историческое начало именно, считается, кубанского казачьего войска, хотя его тогда еще не было. То есть первых казаков на Кубани, как таковых. История начинается. Даже есть памятник в Тамане, высадка первых казаков. Ну, они, да, естественно, эти первые партии обосновались в Тамане, но как бы переговоры прошли положительно. У Екатерины Второй она дала, соответственно, положительное решение на предоставление казакам земель охранных по правобережью Кубани и выдала им, соответственно, грамоты на таманские и на кубанские земли, подтверждающие их право на их владение вечное. Отсюда и началось уже более массовое, полноценное переселение казаков на Кубани, о котором поговорим чуть еще ниже, а сейчас еще пройдемся по биографии, собственно, Антона Головатого, третьего лица нашего персонажа главного. Собственно, Антон Андреевич Головатый, главный инициатор переселения черноморских казаков на Кубани. Именно идея сама, о которой он подал Сидору Билову, она впервые возникла в его голове и была представлена им. Родился в семье малороссийского старшины в селе Новые Санжары на Полтавщине в 1832 году, под другим источникам в 1844 году. Там он получил хорошее домашнее образование, которое продолжил, соответственно, в киевской бурсе, из которой Сидор Билова избежал, где появились его способности, соответственно, к наукам, знаниям, языкам. Литературный дар у него был, он писал стихи, музыкой занимался, играл хорошо. Собственно, вот он у Екатерины на приемах как раз таки играл, но об этом позже. В 1757 году Головатый появляется в Сичи впервые, записывается в Кущевский, по одной версии другой Васюринский курень и в 1762 году избирается куриным атаманом, уже благодаря чему был включен в состав той самой диригации запорожских казаков, первой отправившись в Санкт-Петербург с прошениями как раз во время коронования Екатерины II. Уже тогда Головатым благодаря его уму, знаниям, грамотности, дипломатическим способностям давались казаками первые поручения по судебным делам, по земельным спорам, как в качестве дипломата от казаков он выступал. В 1768 году он назначается войсковым пицарем, что соответствовало тогда званию войскового старшины. Принимал он участие в морских походах казаков в русско-турецкой войне, после которой их ликвидировали запорожское казачество. Ему было поручено заняться как раз таки строительством лода для казачьего флота, который проявил себя во второй войне, где Сидор Билый был убит. После ликвидации Сичи он воспользовался правом перейти на русскую службу и в эти годы занимал различные административные должности в Екатеринославском наместнические. Екатеринослав это современный Карпивинский в Украине. То начальником города был, то смотрителем, земским комиссаром, где ему был отдельный земельный отдел выделен. В 1777 году Антонову было произвольно звание поручика, в 79-м через два года уже капитаном он стал, а в 87-м году во время событий начала русско-турецкой войны новой секунд майором. Ему доверили как раз набор команды казаков для участия в мирных походах в Крым в 1883 году. Вместе с Чикипегой и Билом он как раз таки встречался в Крыму с Екатериной II и подавал прошение ей о войске верных казаков. 22 января 1888 года он был выбран войсковым судьей всего нового войска, то есть второй фигурой в казачьей иерархии после войскового атамана. В ту самую русско-турецкую войну вторую летом 1988 года казачьи чайки под командованием Головатого как раз таки успешно проявляли себя и в Лиманном сражении, где погибли, и под Очаковым. Именно после разгрома под Очаковым войска турецкого султана, флота точнее, это собрание казацких лодок под командованием Головатого было переименовано официально в Черноморскую казацкую флотилию под команды. Таким образом, в 1789 году, в результате многочисленных действий на фронте, Головатый получает сначала орден Четвертой степени Георгия, потом орден Владимира, Золотую Слабли от Потемкина, становится полковником к осени 1689 года. Как я уже говорил, он отправляется идти к Екатерине II с просьбой о наделении казаков землей не только в Тамане, но и на правом берегу Кубани. Переговоры при этом идут долго, с марта по май он находится в Петербурге. Там он пытается передать эту информацию Екатерине о том, что само поселение казачества будет полезно для охраны южных рубежей, тем более опустошенных действий Суворова по выселению нагайцев из степей Кубани. Дело в том, что как раз в этот промежуток времени, за 15 лет до переселения на Кубань, до основания Екатерины Индара, Суворов очень жестко прошелся по нагайцам на Кубани. Екатерина уже тогда приняла решение выселить их за Урал, они восстали и Суворов их очень жестоко избил в нескольких сражениях, вынудил их бежать из Кубани, скрываться в горах, многие плыли в Турцию, край был полностью опустошен. Последним доводом стало то, что он обратился к Екатерине II на латыни, что очень впечатлило ее, не ожидал от казака такой вот грамотности. Ну, как говорится, получил он вечное и потомственное владение грамоты для казачества черноморского на Тамане и Кубань правоубережную, после чего его имя стало очень авторитетным, очень популярным в казачестве. Ну и соответственно все его действия во дворе, вот при дворе Екатерины II, они обросли различными легендами позже. После успеха вот этой делегации Головатый отправляется в казачество на юг, но сразу он не отправляется на Новую Землю в Кубань, поскольку у него случается беда, у него погибает его дочь Мария в самом начале 1792 года и значит он остается еще на какое-то время в тех землях на Буге, устраивает церковь на месте ее могилы, продает имение, рассчитывает свои текущие дела и решает. И только весной 1193 года он, значит, Головатый отправляется на Кубань с сухопутным отрядом семейных казаков, приводя их на Новую Родину, где уже обосновался Захарий Чепель. Однако в тот же год умирает покровитель казаков Григорий Потемкин. И новым их покровителем становится Платон Зубов, последний фаворит Екатерины II, который был, пожалуй, в тот год генерал-губернатором Харьковской, Екатеринославской и Таврической областей. А на тот момент Черноморское войско и еще несколько лет позже этого подчинялось непосредственно Таврическому губернатору, поскольку своего какого-то губернаторства еще не было создано. Собственно говоря, Головатый в переходе на Кубань останавливался в Крыму в его владениях, и там договорился о будущих преференциях для себя, которые впоследствии, в общем-то, и поддерживал регулярной отправкой балыка и игры с Кубани вот этому губернатору, чтобы он их благоволил казакам на новом месте. Ну и, собственно, такие же дары шли и Петербург. Теперь мы переходим к вопросу переселения, точнее выбора места для города в будущем переселении. Дело в том, что на месте будущего Екатеринодара еще, как я сказал, во времена уходения Суворова против нагайцев в 1988 году была произведена им военная разведка по побережью Кубани. И так случилось, что на территории будущего города, на территории так называемого Карасунского Кута, Суворов остановился на некоторое время устроил здесь фельдшанец, то есть небольшая укрепленная земляная крепость, такая крепостишка с вышкой, с которой можно наблюдать за окружающей территорией. Дело в том, что здесь были хорошие удобные броды, шедшие аж со стороны Энема для черкесов и, соответственно, его задача была перекрыть эти броды через Кубань. Что он, в общем-то, и сделал. На месте бывшего Мелодского городища, на выступе между реками Карасун и Кубань, они построили этот фельдшанец, он, в общем-то, был достаточно долго известен, виден. На той стороне, соответственно, реки находился дубовый большой лес, такой дубинка, будущий район Краснодара. Дело в том, что места были очень болотистые, люди болели лихорадкой, поэтому старались туда не лезть. Время показало, что этот самый архангельский фельдшанец, как его назвал Суворов, оказался построен на очень важном месте и в последние годы он восстанавливался как коммуникационный центр неоднократно, при походах того же, допустим, Кавказского корпуса к Анапе, в результате двух последующих турецких войн. А, собственно, весной 1993 года Захарий Чепега разместил в нем первую свою резиденцию начальника всей черноморской кордонной линии. То есть казаки сами изначально пришли на место этого фельдшанца. Тогда он был переименован в главно-ореховатый кордон, видимо, в честь ореха, били ореха либо на заводах коросуна водного ореха, либо фундука. А уже за коросуном, с другой стороны, на более высоком берегу, там где было поменьше болотистой низменной местности, стали строить екатеринодарскую крепость, от которой пошел и город Екатеринодар. Сам же фельдшанец, он расположен в районе здания Кубань-Энерго современного по улице Ставропольская 2. Его реконструированный вид нам известен по фотографии Фелицина в 1880-х годах, когда, видимо, в чисто летие или эпизода, восстановили. Сам же он был срыт позже при строительстве электростанции и только считается, что небольшой фаз западного вала виден еще у здания КСНР-Энерго. Собственно, переселение на Кубань. Как оно происходило? Занят на Кубани и в Тамане территорию довольно обширно, 300 тысяч квадратных метров. Казаки, собственно, в осенью 1793 года основали екатеринодарскую крепость и при ней город Краснодар, разместив дома к северу от нее. А также было обосновано еще 40 куриных поселений вдоль Кубани. Чпига в это время занимал активное участие, то есть непосредственно руководил процессом переселения, всеми вот этими исполнительными мелочами на местах, контролировал все это. После получения положительного решения от Головатого, он как раз перезимал на Ейской косе весной 1793 года с черноморцами и появился первым на реке Кубань. Дизайн его постами кордонную линию, в принципе, по пути к будущему Екатериндару напротив всех вот этих крупных черкесских аулов на южной стороне реки. В то же время Головатый по прибытии в Екатериндар уже вплоть до самой осени занимался размежеванием войсковой земли в городе и постройкой собственного дома. Осенью совместно с войсковым писарем Тимофеем Котляревским, который сыграл такую печальную судьбу вдали субъекта Екатериндара, он составил так называемый гражданский кодекс черноморцев в порядок общей пользы, по которым крае было разделено 40 кореней. В январе 1994 года собралась первая войсковая рада на новой земле, которая утвердила этот кодекс и, собственно, наименование новой столицей Екатериндар. Коренные атаманы бросали жребий, на основании которого им доставались эти наделы на размежеванной земле. На тот момент уже около 22 тысяч человек проживало в этом городке. В конце мая 2014 года у Головатого умерла жена у тяжелой болезни, он, значит, в Тамане уехал и построил ей церковь. В ее честь она там старейшая церковь в Тамане до сих пор стоит. Но в 1794 году Захария Чепегу отозвали российские власти, он вынужден был подчиниться, поскольку непосредственно при их участии все это создавалось и существовало. Собственно, его отозвали для подавления польского восстания. И он был отправлен в Польшу до подавления этого восстания. Значит, был там отмечен еще одним орденом Владимира 2-го класса за подавление восстания под Варшавой и Пельчевого. В этот период Головатый оставался главным городом, первым, в принципе, лицом в войске. Занимался строительством военной гавани для казачьей флотилии, которая, в принципе, впоследствии была признана негодной. В Кизилташском лимане она строилась. При этом помогал русским властям строить фанагорийскую крепость, с силами, руками казаков. В 1195 году вся эта деятельность проходила в бурном обустройстве. В городе проводились улицы путем... Вол шел, грубо говоря, межу делал, по меже проводились улицы. Изначально так вот получилась ровная планировка города старого, размежеванная. Улица Красная, которая выходила от крепости к выгону скота через лес, стала осевой частью города. Головатый он очень был богобоязненный, то есть очень религиозный человек, поэтому строил активно церкви и у него даже была такая цель. Он мечтал, в общем-то, черкесов вернуть в лоно христианской религии. Планировал проповедовать христианство среди них. И в связи с этим, в общем-то, был вынесен его приказ о том, чтобы казачество не смело воровать и грабить на территории принадлежащих адыгов, то есть Киугу, от реки. Что, в общем-то, только после его смерти нарушено последователями. При его поддержке появилась Краснария первая церковь, поисковая Троицкая церковь. По примеру, той, которая у них была на Буге. Оттуда даже Чепега потом перевез все внутренние убранства церкви. Сооружены были непосредственно войсковое правление и, по примеру, запорожской сечи куриные здания для помещения куриных атаманов и холостых бездомных казаков внутри гребости. Чепега уже был крупным помещиком, имел довольно обширные территории и как на Херсонщине, так и в некоторой деревне Любарке. У него были даже крепостные, которых он обещал отпустить. Чепега на Кубани владел так называемыми черкесскими кутами и лесами. То есть, скорее всего, речь идет о парках будущих солнечных островов, тот же парк Горького, который находился рядом с крепостью и известно, что его у князя он выкупал. Этот парк для того, чтобы там разбить огород и построить там свой дом. Он же владел большими хуторами на речке Кирпели, большим садом виноградников на Атамане, мельницами. По предам считается, что многие казаки, придя на Кубани, увидев пустынные степи, болотистый карасун, дикие такие территории. Они хотели разбежаться, но вот именно Чепега их убедил остаться на этой земле, разными где-то угрозами, где-то плюшками. Сумел держать их на месте, предоставив на свободное пользование войсковыми земельными угодьями, то есть рыболовными водами и соляными промыслами. Следует добавить еще про Чепегу, что всю историю его жизни, биографию, особенно после русских турецких войн, после ликвидации Запорожской сечи, князь Потемкин постоянно его посылал на задание в Крым, в Турцию, для того, чтобы уговорить тех ушедших в Турцию казаков вернуться. Но у него, видимо, дипломатической хватки не хватало, он был как дипломат не очень хорош, и поэтому единицы возвращались, там около 500 человек в Екатериндаре поселилось. В 1832 году, когда была очередная война на Балканах с Турцией, когда Балканы были присоединены, и на территории России оказалось задунайское казачье войско, которое предпочитало в этой войне такой нейтралитет. Именно они были переселены потом в Причерноморье, сначала в район Мариуполя, а потом в 1852 году поселены были в Приазовских степях, в Приазовье, где очень себя показали в Крымскую войну. Но их после Крымской войны к 65 году ликвидировали это войско, и оно влилось в общее Кубанское казачье войско, которое как раз тогда было образовано из Черноморского. Значит, к 1796 году Головатый получил чин бригадира, принял участие в русском походе на Персию под командованием Валериана Зубова, то есть его вызвали из города для того, чтобы командовать флотом, который отправился сначала в Астрахань, а потом отправил на Баку. Каспийская Валтилия, хоть он и управлял, захватывал многие острова у Персии, в Каспии и по перережью реку Кура и Аракс, но в середине ноября того года умер командующий Апраксин, который командовал вот этими войсками, в принципе, шедшими на Персию, и Головатого назначили еще и командующим сухопутными войсками, что было ему, в общем-то, не свойственно. Но к тому времени он не успел себя проявить никак, и новый император Павел, который после смерти Екатерины пришел как раз к власти, он решил прекратить этот поход, эту военную кампанию и вернуть экспедицию в Россию. Дело в том, что в зимнем климате Закавказье в отряде начались очень серьезные болезни массовые. Очень много людей, помирало в том числе казаков. Решается вернуть это войска, войска начинают уходить обратно в Россию. В это же время, в этом же году умирает в Екатериндаре Захарий Чепега, уже в таком довольно преклонном возрасте, воспаление легких. Казаки собираются на собрании и выбирают с новым атаманом Головатого, который все еще шел в обратном походе. Но и Головатый, к сожалению, тоже погибает на обратном пути. То есть оба атамана сразу погибают в один год. Но какое-то время ни император, ни казаки этого, естественно, не знали, и такое управление непонятным образом велось. Собственно, Чепега был погребен под большим собором войсковой церкви деревянной, находившейся внутри крепости. В будущем тогда его еще не было. Церковь только планировали строить собор этот. Его похоронили с почестями торжественно. После этого построили уже этот собор, который какое-то время сгорел, а могила этого затерялась. Что касается Головатого, после его смерти оказалось довольно большое наследство, не считая, даже в денежном отношении, не считая огромного количества разных недвижимости растов, поместьй. Что дало основание говорить историкам и современникам о том, что он специально коррупционер был. Он и казаков простых обворовывал, рядовых, давал бюджетные деньги казенные, тогда еще долг под проценты. То есть зарабатывал таким нечестным путем махинациями различными. Тем не менее, после смерти сразу двух личностей казакам пришлось обратиться к новому собранию, где они выбрали своего атамана. Однако так случилось, что в это время Тимофей Катлеровский отправился в Петербург, представиться перед новым императором Павлом. Он ему очень понравился, и Павел своим длиночным решением решил его назначить атамана, вопреки решению казачьего собрания. Что привело к обширному персидскому бунту, казням и печальным событиям, произошедшим в первые годы Екатеринодара с казаками. Это длинная история для отдельного выпуска. Что касается самого города и устройства войска, Черноморское войско должно было нести постоянную службу на границе от нападения черкесов. Состав его постоянно пополнялся массовыми приходами, по предварительным оценкам, всего к 1859 годам из Малороссии было переселено около 100 тысяч казаков на эту территорию. То есть до окончания Кавказской войны и придания городу Екатеринодару статусу гражданцев, когда уже из России начали переселяться, обычные гражданские, кроме казаков, переселяться. К концу 60-х годов в территории войск уже существовало три города, одна немецкая колония, 63 поселения и 3000 хуторов. Как уже говорил Таврическому губернаторству подчинялось войскам сначала, но административными делами заведовало войсковое правительство из атамана судьи Писаря. К 1920 году Черноморское войско переподчинили идеальному грузецкому корпусу, который позже стал Кавказским корпусом, а войсковая земля стала причастлива Кавказской губернией. Собственно говоря, Головатый воспроизводил здесь в 1794 году те же порядки, что и были в Запорожской сече. Ну и собственно, город Екатеринодар, он расположился в наполненной террасе от озера Ореховатого, что начальник Буденного находилась в улице, полукругом, вот как раз по улице Речное, мимо Затона, мимо старого русла Корсунак. Собственно, вот место, где находился Архангельский фельдшанец полукругом. Здесь настраивался город на возвышенной части, которая менее болотистая была, вырубался лес. Причем вырубался настолько сильно лес, что через какое-то время принято было решение, что застраивать только турлучными домами приостановить эту вырубку хаотичного массового леса, что привело его в итоге к тому же виду, в котором были и другие хутора и городки того времени на Северном Кавказе. А болотистость местности была настолько сильная, что в 1882 году и 1821 году даже в полном серьезе обсуждались решение о переносе центральной части города крепости в сторону от того места, где она находилась, более вверх в степную часть. Дело в том, что, как я уже говорил, планировка была в городе соблюдена, но так было не всегда. Самые первые постройки возводились хаотично. То есть, кто как построил, наступали дома совершенно в разные стороны, с разными входами в разные стороны улицы. Все это привело к тому, что в ноябре 1693 года атаман Чепига первому городничему, он же мэр города Екатериналу, в войске составил план застройки Екатериндара, за которым Горничий должен был следить, дабы, как они говорили, чтобы порядок был в застройке города. Для этого к 18 сентября следующего 1994 года даже вызвали землемеры по фамилии Гетманов, которые под руководством Головатова вместе с Котляревским сделали план размежевания и разбивки улиц города, утвержденному Таврическим губернатором. Город тогда был распланирован примерно до улицы Горького. Будущие улицы планировались бороздами к лесу. Сама же крепость городская, она как таковая, весьма условно могла быть названа такой, потому что она имела валы земляные, которые по кругу проходили. Внутри крепости были все здания, казармы, проживали холостые казаки. И даже казаки, которые проживали вне крепости, дабы не идти через ее вход, срезали прямо через вал напрямую, хотя это не приветствовалось. Грубо говоря, очень условная была крепость, хотя она на довольно возвышенном месте стояла. Изначально известно, что городская площадь была несоразмерно большой для такого населения, которое там поселилось, поэтому между домами были такие обширные пространства, то есть мог стоять дом, грубо говоря, вокруг него был сад, огород огромный, то есть кварталы были такие полупустынные, на самом деле, как, собственно, описывали все очевидцы, полувравшие в раннем Краснодаре. Точно говоря, как Велик Париж, но по сути дела это просто камышовые крытые соломой дома, среди огорода. Контроль, в общем-то, со стороны властей был плохой за застройкой. Ну и, собственно, таким образом появился на свет город Екатеринодар, благодаря силе воли троих таких довольно активных деятелей Запорожского, тогда еще казачества первоначально. Ну и, собственно, людей, которые смогли увлечь за собой в пустынные земли, опасные земли, ввиду постоянных нападений с юга от черкесов, довольно большое количество своих сограждан, казаков. Однако понимаем при этом, что выбора у них особого и не было тогда. На этом все. В следующий раз поговорим о еще каком-нибудь теме, возможно, наверное персидский был все-таки затронем. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, рассказывайте друзьям. Буду рад пообщаться в комментариях. Всем пока!